Мы рассматриваем с вами удивительную историю, романтическую историю любви Руфи Иооза. Книга Руфь состоит всего из четырех глав. Первая глава – «Избрание веры». Руфь избирает служить Богу. Это образ язычницы-христианки. Это образ церкви, которая выбирает идти за Богом до конца, до последних дней. И в первой главе мы увидели эти взаимоотношения Руфи и Наимине. Вторая глава – «Прибывание в вере». Итак, «Избрание веры» – это очень важный момент первый. А вторая и третья главы – «Прибывание в вере». «Как пребывать в вере? Как служить Богу?» Ты пришел ко Христу, покаялся, принял Христа, но как Ему служить? И вот Руфь учит нас тому, как она смиренно, кротко, тихо служила в глубине сердца Богу через поступки. Пошла собирать колоски, потом Наимине ей сказала, как поступить в сети на поле к Воозу и попроситься замуж. И она смиренно пошла. Вот это пребывание в вере, глубоко уповая на Христа, оно, конечно, это Руфь в этом смысле многому нас учит. Третья глава – «Решение Вооза». И, наконец, четвертая глава – «Брак Вооза и Руфи». Мы могли бы увидеть это награждение веры. Значит, «Избрание веры», «Прибывание в вере» и «Награждение веры». Помните, у Христа ученики спрашивают, а что же нам будет? Вот мы все оставили, мы за тобой пошли. И Христос говорит не только в этом веке. Вы получите больше, чем ваши жены, мужья, дети, что еще? Дома у вас, что вам еще здесь дорого? Но веки грядущим несравненно больше, потому что не видел глаз, не слышала уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И Руфь была вознаграждена, потому что она получила дитя, а это дитя вошло в родословие Иисуса Христа. Она родила будущего дедушку Давида. А вы знаете, что Христос – он корень из колена Давидова, да, из колена Иудина, но корню Давида. Сегодняшняя наша тема – почему Бог послал на имени беду? Это вопрос, в общем-то, очень злободневный. За что я страдаю? Почему Бог не видит? Я же Божий человек, я делаю Божье дело. А Бог вроде как не благословляет, а еще бывает, что и такое горе, как у Наимине, случилось. Мы же видим, что Наиминь была человеком глубоко верующим. Она была человеком Божиим. Не она пошла на поля Моавицкие, а ее муж Елемелех туда повел. И она, как послушная жена, пошла за ним. И Моавицкие поля были не самые лучшие, потому что Моавитяне был вражий, ненавистный народ Божьему народу Израилю. И они все время делали зло Израилю. Они поклонялись иным богам. Они поклонялись Молоху и сжигали своих детей заживо. И здесь мы видим, Наиминь теряет в этой земле и мужа, и теряет двух сыновей. Вопрос, почему страдает эта женщина, будучи с таким красивым характером, когда она могла своих с ног привести к Богу. Так они полюбили ее, что готовы были идти в эту неведомую им страну Израиль. И вот этот вопрос, почему я страдаю, в общем-то вопрос, на который Бог может и не дать нам ответ, но который вызывает у нас вообще-то вопрос. Хочу привести к вам вот эти тексты, которые сейчас я вам прочту. Мы будем читать из пророка Аввакума, Иеремии, Иова, Матфея и 1 Коринфянам. И Матфея 10 глава. С тем, чтобы увидеть, как часто и пророки задавались этим вопросом. Чтобы посмотреть, а есть ли ответ, а действительно, почему страдала такая удивительная, верная, глубоко верующая человек, Наиминь. Пророк Аввакум. Первая глава со 2 по 4 стихи. Где Аввакум спрашивает, праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою. И однако же... Простите, это у Иеремии. Давайте у Аввакума. Да коли, Господи, я буду взывать, А ты не слышишь, буду выпиять к тебе о насилии, ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство, насилие предо мною, восстает вражда, поднимается раздор. От этого закон потерял силу. И суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Видите? Нечестивые одолевают праведных. Где ты, Господи, нечестивые процветают? А праведники мучаются. У нечестивых, наверное, и семьи полные, а праведная Наиминь теряет и мужа, и своих сыновей. Пророк Иеремия. Вот этот вопрос, доколе, Господи, проходит через всю историю. Писание. И пророки задавались этим вопросом. И помните, псалмопевец Давид говорит, нечестивые процветают, и на работе их нет, а он шея с жиром облились. А праведники страдают. И тут же мы вспоминаем Иова. У Иова была эта ситуация, когда он потерял всё. А Иов ведь был человеком праведным. И он задавался вопросом, за что я страдаю? Вот если бы знать, за что, вот кажется бы, вот всё выдержал бы. А когда думаешь, ты же ничего не сделал, как же, Господи, или хотя бы знать, за что? Или если у нечестивых ещё и хорошо, когда праведники страдают, где тогда справедливость Божья? И Иова во второй главе, в девятом стихе говорит, ты всё ещё, это сама жена Иова, ты всё ещё твёрд в непорочности твоей, похули Бога и умри. И вот здесь я хотела бы противопоставить жену Иова и Ноеминь. Жена Иова, которая что делает? Учит, похули Бога. Она сама уже хулила Бога и ругала. За что? И Ноеминь, которая в глубине сердца знает, что Бог есть. И что эти страдания не напрасны. В каком-то смысле, размышляя о Ноемине, я вспоминаю свою маму. Вот тоже у нас было 10 детей, и Ноеминь с Нохи готовы были за ней пойти даже в чужую страну. Они так любили её. Интересно, что у нас с Нохи были очень разные, из всякого тоже народа. И татарка есть, и немка, и таджичка. И все, вот в чём они были, как люди, очень разные. Но они очень любили нашу мать. И я поняла, что вот эта любовь моей мамы к ним, глубокая любовь, эта любовь не могла не вызвать этого ответного чувства. И когда она страдала, это к теме «Похули Бога и умри», моя мама очень тяжело болела. И она умирала от рака, и болела, вот буквально лежала, несколько операций пережила, облучение. А последний год уже ничего не делали, а просто лежала и умирала. И такая у неё была боль, что она так кричала, что просто вот все убегали из комнаты. Вот войн и ни человека, ни зверя, а вот какого-то страшно замученного существа. И однажды брат, сидя у кровати мамы, сказал «Нет Бога, почему мать так страдает и мучается? Где Бог?» И мама сказала «Никогда так не говори, сын, есть Бог». Вот за всеми этими трудными обстоятельствами видеть Бога, когда ты, может быть, даже не знаешь, за что страдаешь, потому что Бог иногда и не даёт этого ответа, но Он учит нас уповать на Него в любых обстоятельствах. И в этом смысле Наиминь и жена Иова совершенно две разные личности. Значит, что здесь важно увидеть? Говорит Христос, у вас и волосы на голове все сочтены. Вера предполагает, что ты смиренно принимаешь всё. Если даже волосы на голове сочтены, то ничто тогда не случается случайно. Первое Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Придите ко мне все труждающиеся, обременённые, я успокою вас». Значит, мы должны это помнить, родные, что Христос в трудностях, в испытаниях приглашает нас прийти к Нему, и Он только может и успокоить. Этот покой нашла Руфь в земле Израилевой, хотя это была чуждая для неё земля. Третья глава, первый стих. «Когда Наиминь сказала Руфи, дочь моя, не поискать для тебе пристанище, чтобы тебе было хорошо». Это слово «пристанище» буквально означает «покоя». Вот этот покой Руфи, он станет покоем, осуществлённым, обеспеченным в будущем для всех нуждающихся в нём. Этот покой будет покоем для Наимини, потому что она приобретёт внука и будет держать его на руках. Вышла с пустыми руками, да, вошла сюда с пустыми, и, кажется, эти голые руки пустые, но Бог их наполнит младенцем, который станет прародителем самого Господа Иисуса Христа. И этот покой станет и для нас покоем. Значит, мы видим, что Писание предлагает нам в трудных обстоятельствах оставаться в покое Божием, даже если мы не понимаем, за что и почему. Вопрос, было ли всё это случайностью, что случилось в жизни Руфи? Может сказаться, ну вот случайно там был голод, или Мелех случайно взял семью, пошёл на эти поля моавицкие. А вот почему они оказались на чужом поле? Ну, потому что книга Левит даёт повеление. Как Руфи оказалась на поле Ваоза? Ведь она пошла во второй главе. Мы видим, Руфь, моя Витянка, вторая глава, второй стих. «Пойду я на поле, буду подбирать колоссия по следам того, у кого найду благоволение». И она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Она пошла, пришла, подбирала в поле колоссия позади жнецов, и случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, которая из племени Елемелехова. Надо же, родственник! А ведь вся книга Руфи, ключевая её тема – это родственник-искупитель. И мы будем к будущему в следующих темах говорить, кто естественный родственник-искупитель. Коэл, кто искупил нас? А сейчас что же случилось? Она идёт собирать колоссия, а там интересуется Ваоз. Кто она такая? Кто эта молодая женщина? Пятый стих второй главы. Она уже ему понравилась, согласитесь. Он увидел её, да? Но как по Божьей он поступает? Даже тогда, когда Руфь пришла к нему и открыла у ног его, мы читаем, смотрите, как по Божьей поступает он. Он сказал, есть родственник, который ещё ближе меня. И надо поступить по Божьей. Когда ты поступаешь вот всё со стороны, что положено от тебя поступить правильно, тогда результат не задержится. Мы видим то благословение, которое увидела и пережила Руфь. И он ей говорит в 10 стихе, Ваоз сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя, это последнее твое доброе ты сделала, сделала лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Вот это слово «доброе дело» в переводе «любовь завета». То есть вот на протяжении всей книги Руфь это любовь завета, в ней любовь к завету, любовь к Богу. И поэтому, когда человек так любит Бога, то в его жизни вот такие обстоятельства. Кажется голодно, надо идти собирать колосья, а попадает на поле, которое принадлежит родственнику и который впоследствии выкупит это поле и вместе, естественно, и Руфь становится его женой. Но было повеление, почему Руфь оказалась там на поле? Было повеление, когда будете жать жатву, Левитам 19 глава 9-10 стихи, на земле вашей не дожинает до конца, до края поля твоего, оставшегося от жатвы твоей, не подбирай и виноградника твоего. То есть это была забота о бедных. И поэтому Руфь, зная, видите, этот закон, она многое знала. Удивительная женщина, моавитянка, язычница, это к тому, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, жаждущий, ищущий, найдет его. И Руфь, которая пошла по этой причине на поле голод, и она пошла подбирать эти колоски, но и Бог дал эти законы, это очень важно, она случайно ли попадает на это поле Ваоза? И второй вопрос, а Наимень разве и говорила, куда идти надо собирать колосья? Наимень тоже не знала, иди, говорит. И поэтому зададимся вопросом, как участвует в этом Бог? Значит, за всеми этими событиями незримое присутствие Бога. Когда Бог руководит сердцами, руководит обстоятельствами, именно на поле Ваоза оказалась Руфь, именно Наимень дала это согласие, иди, там приходит Ваоз, и там Бог посылает Ваозу в сердце любовь, непременно любовь. Это правда, что он ее очень полюбил, и она ему приглянулась, он увидел, какая она работящая, потому что мы видим, что он говорит ей, послушай, дочь моя, 8 стих, 2 глава, не ходи подбирать на другом поле, не переходи отсюда, но будь здесь моими служанками, она нашла благоволение в глазах Ваоза. Родные мои, так часто бывает в нашей жизни, когда скорбь, теснота, трудности, вопрос, где, кто, помощник, спаситель. И книга Руфь показывает нам Христа как спасителя и искупителя. И прообразом его именно и является здесь Ваоз. Но как складывались интересные эти события, когда никто из них изначально даже не знал, чем это может закончиться. И в наших страданиях также мы тоже можем задавать этот вопрос за что, почему. Так спрашивала жена Иова. Она охулила Бога, учила и мужа это делать. Но наименее учит уповать на Бога. Мы можем не знать, почему случилось то или иное событие. Но если мы верим в обетование Бога, что любящим Бога все содействует ко благу, мы увидели, как все эти обстоятельства, голода, трудности, испытаний ко благу, потому что Руфь родила будущего своего праправнука Давида, который станет тем, через которого Христос придет в мир. Продолжение следует...